ПОЗНАНСКИЕ КОЗЛИКИ Давным-давно, а, может, и не так давно, за горами, за лесами, а, может, не идти, недалёка. На старой Познанской ратуши я дбал про годинники. Это было вельми отказное задание, потому что для годинников регулируют не только отъезды трамваев, али таксама расклад адъезду техников з вакзалу. А чы гунка ў наши часы – гэта узор пунктуальнасти. Мяне зовут Яуген, и я – гадинниковый майстер. Я правнук славутага вынаходника Меркура Прагматыка. Усё працавала як ва узорным гадиннику, али адной чыздарылся нешта, што парушыла гэты лад. И стала пачаткам таго, што прадказываў мой прадед Меркур. Про гэты я вам и распавяду. Машэннік! Хучэ сюды! На жаль, спадарства вернулася графіня. Цікава, што я не привязла гэтым разам. Толькі б не чарговага пітона, як тое было апошнім. Вітаю вас, падарыня графіня. Але, спадарыня графіня. А што? Сабакам дека там тут ездіть дозволяецца. Так, але... А не яких, але, правда, мои малінькі? А тепер дамоў. Графіня Элеонора Вольга бэмоль была особую эксцентрычнаю да гульнавядомаю. Але гэтага ёй было недостаткова, яна хотела, каб ёю захапляліся. Але, спадарыня графіня, я на службе? Ой, ўсі ваднолька бэя. Моу, я вернулася. Рыхтуйтеся да збедаў. Дорогі майстыр Яуен, рада горада хоча ўшанаваць память гоноровага жихара Познані, башага славутага прадіда Мяркура, і вырашыла паставіць яму помнік. Прабаўте, спадар, бурмистар, я спробаваў патлумачыць спадарыня графіні, што... Вітаю, спадару, бурмистар. Спадарня графіні, у мене гость. Я поважна для гурадасправі, вельми термінувай. Вельми добре склалася, што майстыр Яуен так сапатут. Я разумею, Алле. А не яких, Алле. Як ви ведайте, я была ў горах на отпочинку, ведамо замяжаю. Я бачила там шмат гадзинников на ратушах, і кожны з них был нечим у прихожан. Гэтах тепер модна, а не некая там звычайнае помярэнне часу. Так, Алле, наши гадзинники вельми пунктуальныя. І што з таго, галуна оригінальнаць? Я пропоную, каб гэты скульптор Миколанджелі Аспаліодьо зробі мою статую, а майстер Яуен зробіць механізм, як я будзе гэтаю статую паказввать народу, што я віжу кожну гадзину. Аз вусту гэты статуя будзе плець новы гэна. Як я віжу дому буду співаць я. Ось такі. Не. Я могу іславно його написати? Я не хачу вас абразіць, Алле, мне ваша задума не падаваецца. О, якія адсутнаць мастацкага густу. Вадрэнне пригляділися до мою задуму. Не кажучи, ўжу прамо італьні. Яшча пабачым. Спадарство, што гэта було? Гэта бэл авангард. Пізна пора. Уже поздно, а вы одна ходите. Яшча празмірная турбута. Принесли то. Принеслэм. Принес. Гэта гэ ніхто не достанет. Толькі калі які не будзі єні. Толькі не забывайте, што їх трэба паїць кожныя двадцать чатыр гадзіны. Я ведаю. Але чэму вы так дрэжіце? Мой прадзят дрэннах скончуў на гэтым місце. Мой прадзят дрэннах скончуў на гэтым місце. Мистер, ти нам отправлятся сподар, бурмистер? Майстер Яуген, ратуйте гадзинник, а вы сподары за мной. Ах! О! Конец свету! Майстер Падар, бурмистер! Усу вичезе заварае ай у наших гадзинниках экспресс до Берлину отправился со спазненним, что стало причиной несвоечасового отлету дырыжаблю на Сыцилию, а это стало причиной того, что лайнер до Нью-Йорку вышел с порту на некольки годину поздней и ледь спадарства, это уже справа международного значения. Макс знайшел причину аварии. Нехто наумысно подкинул угадинник железных кляшчоу и вытягнуть от тульих немахчима. Что теперь робить? Я ведаю, как можно от них позбавиться. Кожный день яны повинны пить сок сквашанной капусты. Нехто повинен им яго прынести, а этого нельга допускать. Пропаную зладить пастку и зловить виноватого на месте злачинства. Стоять, имем закону! Ловите их! Стоять! Стоять на месте! Стой! Ловите его! Трымайте! Зачинили дверы! И что теперь робить? Головное, что яны сгубили напои для клешчау. Годинник выратованный. Яны уже наши, сподарбору, мистер, пачакаем до раницы. Наближается полдень, и яны усеяще сядять у ратуши. Шукай. Апошни раз закликаю вас, сдавайтесь, даю вам час до дванадцатой. Глядите! Это ж графиня! О, нет! Я николе не поддался. Лепше померьте для моего восстанства. Я хотела, что день для вас спивать, а вы... Ратуши, ух... А ратуши, похоже, как у вас? Браво, козлики Виват О, как прыгал же Мне отрубить? Град! Трубі! Град! Трубі! Усё скончилася щасліва. Козлики трывало упісаліся ў традицію познанська ратушы ды нашага гораду. Макс отрымаў ад бурумістра Кості, а я задання зарабіць механізм козликаў, які абадаюцца. Град! 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 Град!